Продолжение следует... Возводимая по самым современным российским технологиям и с участием наших специалистов атомная станция будет очень существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Индии и повышение ее энергообеспеченности. Поможет расширить доступ жителей и промышленных производств к надежным и бесперебойным поставкам электроэнергии и тем самым даст дополнительный импульс к росту национальной индийской экономики. Россия будет и дальше оказывать всемирное содействие нашим индийским коллегам в развитии ядерной энергетики. Ведется работа над межправсоглашением по пятому и шестому блокам АЭС Кудамкула. Всего же на основе российских технологий и наработок в ближайшие 20 лет может быть построено не менее 12 атомных реакторов. Наша страна также является надежным поставщиком углеводородов на индийский рынок. Господин премьерс уже упоминал, Роснефть в течение 10 лет намерена экспортировать в Индию 100 миллионов тонн нефти. Газпром начал реализацию долгосрочного контракта на поставку 2,5 миллионов тонн СПГ в год. Россия экспортирует в Индию и уголь. В первом полугодии этого года поставлено 2 миллиона тонн. Подчеркну, мы настроены расширять двустороннее сотрудничество не только в энергетике, но и по всем другим направлениям. Россия и Индия – особо привилегированные стратегические партнеры. Господин премьер-министр говорил о дружбе между нашими странами, которая сложилась в течение многих-многих лет. Мы намерены и дальше идти именно по этому пути. Наши страны связывают давние истории и взаимопонимание. В следующем году, здесь тоже уже было сказано об этом, мы отмечаем 70-летие дипломатических отношений. В ходе переговоров с премьер-министром Индии, сначала в узком, а затем и в расширенном составе, с участием руководителей министерств и ведомств обеих стран, глав крупных компаний, подробно обсудили текущее состояние и перспективы наших отношений, нашего сотрудничества о всех областях. По итогам, принято совместное заявление и подписан солидный пакет документов. Уважаемые представители прессы, вы были свидетелями этого события. Разумеется, особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству. С удовлетворением отметили, что в структуре встречных экспортно-импортных потоков преобладают товары с высокой добавленной стоимостью, продукцией машиностроения и промышленной переработки. Есть и, конечно, проблемы, связанные со снижением цен на традиционные статьи российского экспорта, связанные с курсовыми разницами, сказывается волатильность цен. Мы договорились наращивать общие усилия для возврата торговли на траекторию устойчивого роста. Большие перспективы видим в создании зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом. Экспертные и деловые круги поддерживают заключение такого соглашения. Рассчитываем, что решение о начале переговоров будет принято лидерами стран Евразийск уже в декабре этого года, на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Нацелены активно развивать в Индии двусторонние инвестиционные связи. В прошлом году объем накопленных взаимных капиталовложений достиг 12 миллиардов, и таким образом мы вплотную приблизились к поставленной на 2025 год цели инвестиции в объеме 15 миллиардов долларов. Активно работает межправкомиссия, очередное заседание которой состоялось 13 сентября в Нюделе. По ее линии согласовано 20 крупных инвестиционных проектов в инфраструктурной, строительной, в инновационной отраслях. Средства на их реализацию предоставит и создаваемый сегодня фонд между РФПИ и Национальной инфраструктурной корпорацией Индией. Об этом мой уважаемый коллега тоже уже сказал. Компании обеих стран углубляют промышленную кооперацию. Российские предприятия проявляют большой интерес к индийской инициативе «Делы в Индии». Идут переговоры о налаживании лицензионного производства самолетов гражданских, сухой Суферджет-100, а также о совместной разработке регионального пассажирского самолета. В этой работе будут принимать участие компания «Российские железные дороги», «Объединенная судостроительная компания», «Роскосмос». Успешно развивается сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Россия не только осуществляет поставки вооружений и боевой техники, но и открывает в Индии совместные производства самых современных ее образцов. Налажен, например, выпуск истребителей Су-30МКИ, танков Т-90, противокорабельных ракет комплексов «Брамос». В планах начать собирать в Индии многоцелевые вертолеты, военные фрегаты. Нацелены укреплять гуманитарные связи. В прошлом году в России прошел фестиваль индийской культуры, а в этом – фестиваль российской культуры в Индии. Профильные ведомства двух стран готовят масштабную программу культурных обменов на 2017-2018 годы. Большое число мероприятий, концертов, выставок намечено на следующий год, который, как уже упоминал, станет юбилейным для российско-индийских отношений. И, разумеется, мы ведем очень обстоятельный диалог по всей международной проблематике, где позиции Индии и России очень близки или совпадают. Одно из приоритетных направлений – это совместная борьба с террором. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok This concludes the joint press briefing. Thank you all.